Кирилл Черкашин – активист, человек, который регулярно занимается плогингом. Что такое плогинг? Плогинг – это волонтерский эко-рух из Швеции, который поляга в том, что в период пробежки собираются сметки. Во время пробежек вы собираете мусор? Так, так. То есть у вас именно такая философия во время пробежек. Где вы бегаете, где больше всего мусора? Кто вместе с вами бегает и собирает? Зазвучно это парковые зоны и спортивные майданчики. До нашего руха может долучиться каждый. Мы выкладываем информацию в соцмереж. Так каждый подчас тренирования может прибраться спортивные майданчики и бля его дом, школы, института. Ну вот то, с чего я начала разговор с вами, что когда речь идет о том, что могут все, по итогу не может никто. Потому что есть такой момент, как перекладывание ответственности какой-то. Ну то есть кто-то да придет, кто-то да уберет, а я как-то не в этот раз. Сколько людей присоединяется во время ваших обычных акций? Не так много, как хотелось. Зазвучно это 10-15 человек. Как часто вы проводите плоггинги во время пробежек? Скажем так, хотелось бы каждого тижня, но зазвучно один, два, три раза на сезон. Потому что все же таки все дорослые люди працуют, и с большей компанией очень редко выходят забраться. Но так каждый подчас тренирования на своем спортивном майданчику может немного прибрать, и тем самым мы делаем место чистейше и лучше. Потому что все же таки молодь берет приклад. Кирилл, а вы помните, как первый раз вот все собрались? Наверное, это было как-то сложно. Кто вот был инициатором? Каким образом люди выходили с осторожностью? Нужно же еще какие-то дополнительные, не знаю, с собой брать материалы, пакеты те же там. Как это происходило самый первый раз? Скажем так, первый раз важко так описать. Еще с подлитковых годов мы были участниками руха стрит-воркаута. Еще тогда Денис Минин, это также известный днепрянин, который развивал идею здорового способа жизни и экологии. Сюда, когда мы приходили на спортивные майданчики, мы видели, что есть смятя. Зазвучно это пластиковые пляшки, пакеты, какие-то фантики. Поэтому мы подчас разминки, скажем так, перед тренированием, это прибирали, и это уже можно считать плогином. Так что украинцы днепряни запатентовали плогинг. Хотя это такое абстрактное понятие, запатентовали. Каждый может это делать, а шведы просто дали красивую назву и популяризировали за допомогой соцмережки. Я все-таки соглашусь, что да, действительно, каждый может это делать, но очень редко люди объединяются, потому что мы настолько привыкли быть такой, знаете, закрытой структурой каждый человек, что переступить через эти внутренние двери, которые сам себе поставят, и выйти и сделать это со всеми. Да, когда-то была тема субботников, наверное, не самое худшее, что было в нашем прошлом. Нужно это все поднимать, да? Нужно поднимать, раздыхать каким-то образом. И еще хочу додать, что все-таки это абстрактное понятие, и каждый может, даже один, запросить друзей, родителей. Все-таки, когда прогуляешься с детьми, особенно молодые батьки, чтобы показать пример, могут поднять какую-то безопасную пляшку, просто донести до смятника, тем самым показать пример, что есть смятники. Дитина, ты не смятина, а спортивный майданчик. Пример какой-то, да, безусловно. Да, все-таки, давайте будем цивилизованы, и брать пример из стран Европы, Евросоюза, где это активно популяризуется, и уже есть результаты. Кирилл, ну вы сказали, что не помните, самый первый такой выход коллективный. А последний когда был? А последний раз мы прибирали на проспекту Металургів біля школы номер 50. Это спортивный майданчик уже есть, футбольное поле. Скажите так, в час каникул там очень много молодых, и они оставят за собой смятник. Повторюсь, это пластиковые пляшки, фантики. И мы перед тем, как играть в вечеринке в футбол, прибрали это смятник. И скажите так, почти неделю спортивный майданчик был чистый. Но все-таки, минув неделю, и снова смятник повернулся. Увы, есть такое, все-таки. Давайте поговорим с еще нашей одной гостью. Но эта гостья будет присутствовать в нашем эфире в формате включения. Татьяна Любинская, наш танцующий активист. Я бы так сказала, сейчас небольшие технические сложности. Татьяна обязательно выйдет на связь. Как вы выбираете локацию? Вот исключительно там, где играю, там выбираю? Или все-таки кто-то говорит, а вы знаете, вот там тоже есть какой-то спортивный такой уголок. Чего там нас не хватает? Скажите так, в Дніпре очень много мест, где нужно прибирать, и где не был бы зайвый плогин. Например, нашему. Мы выбираем те места, где мы тренуемся, играем, развиваемся. Например, проводим какие-то заходы. Центральные парки – это всегда показовые какие-то там заходы, прибирания, которые организовываются в общественной организации, в Молодежной раде Дніпра. Тем самым это объединяет молодь. Но все-таки, если каждый будет прибирать бля своего двора, на своем районе, то тогда будет чистота. Потому что нужно сначала сделать доброе бля себя, бля своего домика, а тогда уже и до центра добираться. Совершенно верно. Очень страшные кадры, по-настоящему страшные. Они не смешные, когда какой-то пикник, прекрасная семья сидит возле мангала, и на заднем плане ты видишь кучу мусора, который… То есть люди не озаботились, это должен сделать кто-то. А вы хороший пример показываете, действительно хороший. То есть вы показываете пример, как нужно вести здоровый образ жизни, при этом это чистый образ жизни. Супер, спасибо. Но кроме плогинга, есть еще такое понятие, как акваплогинг. И вот акваплогер у нас как раз сейчас и на включении. Таня, здравствуйте. Добрый день. Добрый, добрый. Ну вы, как всегда, с настроением. Татьяна, скажите, когда вы впервые поучаствовали в акваплогинге? Я поучаствовала в акваплогинге в июне 2019 года. Мой друг Юра Сидоренко по Яш-клубу, который находится под Мелехово-Черсонским мостом, попросил до помощи убрать водоросли, потому что водоросли мешают двигаться яхтом. Ну и я... И завертелось, да? Да. И завертелось. Я очень люблю реку Днепр. Меня волнует состояние реки. У нас потрясающая река, которая прекрасна и для водных видов спорта, и для развлечений, и прекрасные пляжи у нас. Ну хорошо, вы убирали водоросли. Но водоросли это частично все-таки нормальное явление в среднем. А участвовали ли вы в сборе мусора? Пока нет, но если предложат с удовольствием поучаствую, потому что я хочу, чтобы мой Днепр был чистым. Татьяна Любинская, активист, я бы сказала, танцующий активист у нас на включении. Спасибо вам большое. Ну и дальше с Кириллом. Много мусора приходится собирать? Так, и, на жаль, каждый раз все больше и больше. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Я мати, і я її беру з собою на пляж на відпочинок. Також її можна брати і до супермаркету. По-перше, її можна брати, якщо вона вимажеться. Вона витримує велику вагу. І на пляжі вона не проривається. Можна покласти навіть мокрі речі. Також, ще як альтернативу пластиковых бутилок, можна використовувати спортивні фляги. Вони теж довговічні. В них безпечно можна наливати фільтровану воду. І протягом року це значна економія. Якщо кожен раз на тренування брати собою воду у своїй спортивній фляжці і не купувати пляшки з водою в магазинах, можна економити кошти. І тим самим берегти екологію. Тому що додатково з проблемою накопичення сміття потрібно вирішувати проблеми сортування і переробки сміття. На жаль, в нашій країні це не дуже розвинено. Ну, ми, навіть, десь взагалі в системі зароди, що... Саме через це формується купа сміття. І, наприклад, як ви показали візок супермаркету, це було виконане у річку. Просто молодь не усвідомлює, що це все ж таки забруднює ріку. І все ж таки це впливає на їхнє життя і подальшому на життя їхніх рідних і здоров'я людей, громадян країни в цілому. Завершенно верно, коли акваплогери були у нас в ефірі і прив'язували відео любітельське, яке вони знімали у часі своїх рейдів, ну, я не знаю, як це навіть правильно назвати, на рейди найпідходніші, ну, це велике кількість мусора. І ви говорите, що і такий плогінг збирає дуже дуже багато мусора. Чем ви його збираєте? Куди ви його збираєте? Як це відбуваєте? Зазвичай, перед тренуванням, ми оглядаємо спортивний меданчик, є сміття, яке можна безпечно пробрати руками. Це пластикові пляшки та фанти. Там очевидно. Але є сміття, яке є небезпечно. Скажімо так, у нас в Україні великий рівень наркоманії, це сміття ми не те, що не беремо, його заборонено чіпати руками, звичайно. Для цього є спеціальні служби, які повинні цим займатися. І це вже компетенція цих служб. Можна зателефонувати з номером гарячої лінії міської ради, повідомити, що є небезпечне сміття. Скажімо так, на це служби повинні реагувати. А звичайно, сміття можна прибрати за допомогою рукавиць. Кожен робив дома ремонт і має рукавиці. Неважливо, вони старі, нові. Просто візьміть собою пакетику і перед тренуванням хоча б декілька пляшок приберіть. Якщо за собою почнете прибирати і додатково ще декілька пляшок приберете, то це вже пришвидшить покращення нашого міста та нашої реальності, скажімо так. Ну я правильно розумію, що перчатки, мусорні пакети ви покупаєте за свій счет. Так. І додатково звертаю вашу увагу, що це не має відношення до жодних політичних партій, ніяк не заполітизовані. Все власними коштами та інтересами. Ну все, це йде відсюда і відсюда, правильно? Так. Скажімо так, ще зі студентських років мені так пощастило, скажімо так, попасти в таке інформаційне поле, де люди з таким великим кругозором, які подорожують, які можуть поділитися своїм досвідом, також я підписан у соцмережах на людей, які заряджають цим позитивом. І тому я беру з них приклад і також передаю цей позитив іншим. Наверное, це і є свідомість, яку ми хочемо, щоб була у кожного українця. Так. І додатково ще звертаю вашу увагу, як це можливо популяризувати, та як до цього долучатися. Так. Як є світ в кінці тоннеля? От мені дуже хочеться почути. Зараз дуже мотно серед молоді бути блогером, викладати якісь відео у тіктоці, інстаграмі. І всі шукають якийсь контент свій. Як зробити контент? Дуже просто. Прибрати сміття, накласти під це ритмічну музику, додати якісь танці, байдарку проплести, зібрати на воді, придумати щось таке оригінальне, але звертаю вашу увагу безпечне, щоб не засходити собі та іншим. І викладати це до соцмереж, і це, наприклад, хештег можна додати, я сортую сміття, або ще якесь хайповий, як зараз модно казати. Вот це підход. Аплодируємо на самом деле. Ігор Черкашин, активіст у нас сьогодні в студії, ми говорили про проблему мусора, про частичне рішення, тому що, звісно, це не все рішення, які нас збавлять від цієї проблеми.